Детские турниры Детские турниры И в первом туре состоялась Томская дерби, в котором команда 2000 года рождения, которую возглавляет Владимир Бондаренко, встречалась с подопечными Дмитрия Лисовского, ребятами 2001 года. Несмотря на разницу в возрасте, младшие, которых очень эмоционально поддерживала внушительная группа болельщиков, дали настоящий бой своим старшим одноклубникам. В младшем возрасте трудно предсказывать. Вот видите, сегодня 2000, казалось бы, нагло сильнее всегда выигрывали, а вот сегодня младшие дают бой, пока первый этап 0-0, поэтому я считаю и Кемерово, и Красноярск будут основными конкурентами. И все же опыт взял верх над молодостью. Томь 2000 одержала победу со счетом 2-0. Оправдались и предстартовые прогнозы. Основная борьба за две путевки в следующую стадию соревнований развернулась между Красноярским Енисеем, Кемеровским Кузбассом и Томью. В заключительном матче встречались Томичи и Красноярцы. Для того, чтобы занять итоговое первое место, нашим ребятам необходима была только победа. Наших соперников устраивала и ничья. Несмотря на обилие голевых моментов, счет матча так и не был открыт. Томь уступил Енисею 2 очка и заняла второе место. Ну а Кемеровчане остались на третьей позиции и, стало быть, остались без сибирского финала. Но тут ведь нет, важно выиграть итоговое первое место. Важно то, что мы вышли в финал Сибири, а сам выход в финал Сибири позволяет поиграть с наиболее сильными командами, которые по уровню выше, это с Алтайским краем и с Востоком. Но, как показывают предыдущие турниры, что все шесть команд реально будут претендовать на первое место. И, конечно, когда выходит одна команда, это намного труднее будет. Там будет борьба жесткая за первое место. Там будет трудно. Выиграть сибирский финал Томи, конечно же, будет непросто. Даже несмотря на то, что матчи этого этапа также состоятся в Томске. Тем более специалисты объективно отмечают, что у нашей команды по сравнению с соперниками есть некоторые проблемы. Огорчает единственное то, что все-таки вот в нашей команде очень мало мальчиков индивидуально сильных. Потому что, если взять, допустим, Красноярск и Кемерово, даже Кемерово, который занял третье место, там есть 2-3 человека, которые можно выделить. Но, я думаю, мы в начале пути все еще впереди. И все же поздравляем футболистов Томи 2000, их тренера и самых преданных болельщиков, родителей с выходом в сибирский финал, который пройдет в Томске в середине июля.